Продолжение следует... Я приняла приглашение и еще до того, как я осознала это, я уже лечу в Северную Каролину, мне вручают специальную форму, все это прежде чем я поняла, на что я реально подписалась. На тот момент я даже не знала, будет ли приз для победителя. Пойдя в зеленую комнату, я ожидала, что никого не узнаю, но к своему облегчению я увидела много знакомых лиц. Я даже воспользовалась этим временем, чтобы спросить Мэтт Пэта, каково было встретить Скотта Коутена, и он поделился со мной секретами ФНАФ, так что эта поездка того стоила. В конце концов, нас повели по длинному таинственному коридору, пока мы не увидели его. Мистер Бист Куб. После того, как все были внутри, нам сказали, что тот, кто последним покинет куб, будет признан победителем. И выиграет миллион долларов для своих подписчиков. Это за миллион долларов? Соревнование началось, люди сразу начали прыгать в огромную кучу денег, которая была внутри. Подбрасывая кучки банкнот в воздух, смеясь, общаясь. Чтобы скоротать время, мы с Джеймсом выложили наших персонажей из купюр на полу. Пришел персонал и раздал каждому по личной камере для видеоблога, чтобы запечатлеть испытания от нашего первого лица. И я думаю, что я действительно была единственным человеком, который не записал ни секунды на эту штуку. Я просто подумала, что не собираюсь использовать эти кадры, потому что не собираюсь снимать из них видео, и у них будет много отснятого материала. Оглядываясь назад, возможно, была бы хорошая идея записать что-нибудь, на всякий случай. Я не знаю, может быть, команда Мистера Биста в конечном счете действительно захотела бы использовать что-то. Кто знает. Примерно через час или два Джимми вышел на первое бонусное испытание. Одиночный свободный бросок. Промахнулся, и ты выбываешь. Но сделай это, и ты не только вернешься в куб, но и выиграешь кибертрак для одного из своих подписчиков. И у них было 50 подписчиков, которые просто сидели в комнате и ждали, что что-то произойдет. Буду честна, когда Джимми объяснил про дополнительные испытания, я была типа... Черт, возьми, нет. Я не собираюсь промахиваться и уходить сразу после того, как ничего не произошло. Если бы мои подписчики знали, что происходит, они бы на 100% поняли, что их вызвали не просто так. Если я правильно помню, может быть, два человека в итоге попали в корзину, а трое выбыли. Я могу ошибаться, но я не помню, потому что не снимала это. Пока я болтала с друзьями, Людвиг подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сыграть в кости. От нечего делать я согласилась. И, неудивительно, проиграла. И на лице Людвига появилось злое выражение. Ладно, раз уж ты проиграла, я хочу, чтобы ты подошла к Кайсине, а ты представилась как... Привет, Кай, я Джейден. Так, какое из моих видео ты видел? Может, мне стоило просто промахнуться в одиночном броске. Хей, Кай, я хочу себя кое с чем познакомить. Хей, чувак, я Джейден. Рады с тобой познакомиться. Так, какое из моих видео ты видел? Извини? Твою мать, я хочу убить тебя. О, эм, так, какое из моих видео ты видел? О, прости, я не видел ни одного. Я не думаю. Все в порядке, приятно было с тобой познакомиться. Пока. Кай был очень спокоен насчет этого. Но, боже мой, мне хотелось содрать с себя кожу. Я застряла с ним в этом кубе до следующего испытания. Во всем виноват Людвиг с этими дурацкими кубиками. Я ненавижу это место, выпустите меня. О, привет, Джимми. Нам сказали разбиться на группу по пять человек, назначив одного капитана команды, который получит иммунитет к следующему испытанию. Я была с Джеймсом, Шлеттом и Чарли в команде. На этот раз мы выбрали капитана с помощью костей. На самом деле, я набрала наибольшее количество очков, но перепоручила это Людвигу, потому что не смогла смириться с мыслью, что, возможно, буду нести ответственность за выбывание товарища по команде. А потом выяснилось, что капитанам просто нужно назначить своим товарищам фигуру для испытания сахарными сотами из игры в кальмара. Окей, я слишком много думала об этом. У меня был треугольник, у Джеймса круг, у Чарли звезда, а Шлетту, к сожалению, достался зонтик. Начался 10-минутный таймер, и все начали использовать различные стратегии, чтобы придать форму своему печенью. Чарли использовал новую технику под названием «Наплюй форму столько, сколько сможешь», чтобы это растворилось. Это было действительно отвратительно. В итоге он почти доверху наполнил форму слюной. К концу две звезды выбыли, и ни один зонтик не прошел через это. Пока, Шлетт. Было очень забавно наблюдать, как Мистер Бист поднимает крышку с банки Чарли и тут же с отвращением отшатывается. В целом, 14 из 50 человек были исключены. Осталось 36. И честно говоря, для меня этого было достаточно. Проигрыш в любой момент был неизбежен. Это было больше, чем я ожидала. Нас накормили небольшим пайком и снова оставили ждать. Возможно, в видео Мистера Биста это не кажется долгим, но было около 9 вечера, когда мы приступили ко второму испытанию. Получив указание выбрать партнера, мы с Джеймсом пожали друг другу руки, готовые к следующей игре в команде. И замерли, когда выяснилось, что мы только что выбрали себе соперника. Очередная тактика игры в Кальмара. Я, наверное, должна была это предвидеть, но я не ожидала этого. Персонал Биста представил следующее испытание, вкатив гигантскую башню Дженги. Победитель остается, проигравший уходит. К сожалению, самая первая игра в гигантскую Дженгу между Ки, Сай и Эй-Джеем заняла буквально 2 часа. И посчитав в уме, мы все решили, что у нас, вероятно, не будет времени играть в Дженгу в течение следующих 30 часов. Но, как только Эй-Джеем выиграл, Ки, Сай, свалил его на плечи и выбежал из Куба! Гигантская драма! Все были в шоке, Эй-Джеем был потрясен, никто не знал, что делать, было ли это разрешено, можно ли просто вынести людей из Куба? Джимми попросил всех проголосовать, и почти все решили вернуть Эй-Джеем обратно. Да, по доброте нашу сердец, но также из-за страха от жестокого обращения. Так как гигантская Дженга потерпела крах, закончилась тем, что пришлось искать 12 комплектов обычной Дженги. В полночь, в Северной Каролине. Подвиг, который кажется невозможным, но я чувствую, что Джимми мог просто позвонить президенту Дженга и заказать доставку всего этого вертолетом в течение 30 минут. Это заняло время, но немного больше обычных, хотя все же приемлемого размера, башни Дженги были готовы. По ходу нашей игры, Джеймс и я заключили соглашение, что тот, кто выбыл, сообщит внешнему миру, что с другим все в порядке. Потому что у нас, кстати, не было с собой телефонов. Наши друзья знали только то, что мы в Мистер Бесткубе, и не отвечали в течение 14 часов. Наша игра в Дженгу была довольно напряженной. В итоге дело дошло до того, что, наблюдая, как Джеймс вытаскивает последний кусочек, я поняла, что у меня не осталось ничего, что я могла бы безопасно вытащить. Я вот-вот проиграю. И меня захлестнула волна блаженства. Конечно, я уйду, но это ничего. Я снова буду свободной во внешнем мире. Куб суров и неумолим, он отнял у меня так много друзей. Из-за стеклянного пола болит попа. Сейчас я готова уйти. И все глубже и глубже в окопы. То, что Джеймс выбыл, означало, что я перехожу ко второму дню в Кубе. Что за чудо. Наблюдать за остальными играми в Дженгу было все равно, что наблюдать за зоной активных боевых действий. Люди фокусировались, подбадривали, потели, молились. Башни падали одна за другой к ногам выбавших игроков. Это было жестоко. И к тому же продолжалось чертовски долго. Чувак, я могу пойти спать? Последняя игра перед концом была между Квакити и популярным бразильским автором Эналдина. Вероятно, когда стало известно, что это испытание Дженгой, Эналдина повернулся к Квакити и сообщил, что он ПРО в Дженге. Квакити никогда не играл. Не та ситуация, в которой вы бы хотели оказаться. Квакити как бы шутя спросил Эналдина, не хочет ли он сыграть камень-ножницы-бумагу вместо этого. На что он ответил. Нет. Что справедливо. Но через три часа после начала этой игры, они оба шли шея к шее. Действительно, это был самый крутой раунд Дженги, который когда-либо проводился. Все, кто был в кубе, собрались вокруг, наблюдая, как Квакити медленно достает самую последнюю деталь из скелета башни Дженги. И как раз в тот момент, когда он собрался это сделать, Эналдина попросил... Камень-ножницы-бумага? Квакити поднял на него глаза. Все было кончено. Эналдина пытался удержаться, но в итоге пал. 18 людей в итоге выбыло. Ладно, сейчас три часа ночи, давайте спать. Я искренне думала, что они позволят нам вернуться в наши гостиничные номера на ночь. Но... Чувак! Это просто здорово! Я выиграла билет на ночь в кубе Мистера Биста, где спала рядом с группой людей, которых едва знаю. И утром, в любом случае, меня бы просто исключили первым делом. Когда я готовилась ко сну, мимо проходил Кай. Эй, я как-нибудь посмотрю твои видео. Оу, прости, чувак, я проиграла парить Людвигу, он застал меня это сказать. Оу, черт, ладно. Блин. Что ж, это немного помогает заснуть. Слава богу, он думал, что у меня огромное эго только в течение 18 часов. Кризис предотвращен! Утром съемочной команде нужно было снова готовиться к съемкам. И это означало, что они включили все лампы в здание, и всех нас ослепила вспышка света. Потом свет выключился и раздался звук, типа... Послышали звуки стройки, и через несколько минут они снова включили свет. Но на этот раз в виде сумасшедшего стратоскоп-эффекта по какой-то причине. После завтрака Джимми вернулся. И указал на вход. И оттуда вышел iShowSpeed. Со слишком большим количеством энергии для людей, у которых только что был самый странный сон в своей жизни. Ладно, ребят, у вас есть шанс проголосовать за то, чтобы спид присоединился к вам в испытании. Было бы добрым делом пустить его. Но мы все только что пережили окопы, которые кроме нас никто даже не мог понять. Мы были связаны травмой, и это было бы несправедливо. Большинство из нас проголосовало за нет. Признаюсь, я тоже, в основном потому что немного боялась его. Спид посмотрел на Кая. Хотя бы пожми мою руку, чувак. Ты хочешь вытащить меня отсюда? Пока они спорили о дружеском рукопожатии, Людвиг подошел к ним. Я пожму твою руку, Спид. Его рука протянулась к Людвигу. В тот момент, когда их руки соприкоснулись, Спид начал тянуть Людвига во внешний мир. Мы все начали кричать и паниковать. Мы не могли так потерять одного из наших милых братьев. Людвиг изо всех сил держался за опорную балку. Кому-то из ребят удалось втащить его обратно. И Спид отступил, не забрав с собой ни одной души. Он воскликнул. Это не последний раз, когда вы видите меня. И я помню все ваши лица. Ладно, давайте начнем испытание. Испытание 3 было «Украсть или нет?» По сути, это модифицированная версия «Сделка или нет». В одних кейсах есть надпись «Безопасно», а в других – «Исключение». Один человек заглядывает в выбранный кейс, а другой решает, красть или нет. А еще там был Хоули Мэндл. Хей, Хоули фанаты! Люди начали выбывать один за другим. Другие обеспечились безопасностью. В конце концов, Людвиг поднялся на трибуны и спросил, не хочет ли кто-нибудь добровольно подняться наверх. На тот момент соотношение безопасных кейсов было очень высоким. 60% в пользу безопасных. Прикинув шансы выбрать неверный оттуда, я вызвалась. Людвиг заглянул в выбранный им кейс, поднял голову и сказал мне, что он безопасный. Я знала математически, что я должна украсть кейс, но математика уже меня обожгла. Перед тем, когда я начала нерешительно говорить, что собираюсь украсть, Мистер Бис внезапно воскрикнул, что у Людвига участился пульс. Кстати, на нем был пульсометр. Я испугалась, что на самом деле там было исключение. И он был в восторге от идеи не идти домой. Поэтому в последнюю минуту я решил оставить кейс ему. Это была самая безопасная игра. Если там было написано исключение, значит хорошо, я увернулась от пули. Если там было безопасно, значит по крайней мере я еще не выбыла. Мне просто нужно сыграть еще раз. Черт. Теперь была моя очередь выбрать кого-нибудь. Несмотря на то, что я не хотела выбирать друга из-за страха, что его исключили. Больше этого я не хотела быть там с кем-то, кого я не знаю. Я выбрала Квакити. Он поднесся на трибуну, и я взяла кейс номер два. Там было безопасно. Моим планом было сказать правду, но как можно более неуверенно и нервно. Я использовала все познания языка тела, какие только могла, чтобы выглядеть как можно более виноватой, пока он задавал мне различные вопросы. Некоторое время мы ходили до Окла, пока... Твои глаза опустились, когда ты сказала, что кейс безопасный. Что указывает на чувство вины. Так что я думаю, ты врешь. Я не собираюсь его красть. Без слов я перевернула чемодан. Открыла его. Безопасно. Это стоило того, чтобы спать в кубе. Боже мой, какое облегчение, ты даже не представляешь. После того, как все закончилось, группа людей ушла. И, к сожалению, Квакити был одним из них. Осталось десять человек. Я знаю, что это жестокий мир внутри куба. Но когда в перерывах между испытаниями тебе приходится часами сидеть с другими участниками испытания, ожидая, когда Джимми Бист отправит тебя в очередной раунд кубического стресса, ты действительно начинаешь сближаться с выжившими, и было довольно грустно наблюдать, как они уходят. Проходят часы, пока снова не бьет колокол смерти Джимми. И нам снова предлагают объединиться в пары. Мы с Алекс действительно общались и тусовались вместе, как единственные девушки на тот момент. Так что мы объединились. Всем завязали глаза и велели сидеть смирно, пока они не будут готовы. Что само по себе зловеще. Мы вдвоем разработали стратегию и выяснили сильные и слабые стороны друг друга для любых происшествий. Только для того, чтобы открыть глаза и увидеть, как весь куб превратился в кухню. Это была кулинарная битва. Мы реально п***ли. Чё? Алекс запаниковала, говоря, что в жизни не готовила. Мы были в шоке, когда мистер Бист вызвал судей. Джоу Честно, профессиональный конкурсный едок. Миранда Косгроу. Прибья фан. И Спит. Две худшие команды выбывают. Время пошло. В итоге мы остановились на макаронах с сыром и кусочком шоколадного торта. Под любительским названием «Американская комфортная еда». А.К. Единственные две женщины, участвующие в соревнованиях, не умеют готовить и стараются изо всех сил. Судьи обходили всех, чтобы проверить, как идут дела, и в итоге Спит был на нашем месте. Так, когда вы все голосовали, чтобы впустить меня, на чьей стороне вы были? Ну, изначально мы были на стороне «нет», потому что были немного напуганы. Но в итоге мы перешли на «да» в последнюю минуту. Да, Джейден? Да. Я... я передумала. Ладно, круто. Потому что вы знаете, я не забываю, да? Ага. Ха-ха. Позже, во время испытания, Мак и Нолан из команды Биста подошли спросить, что мы готовим. А я в этот момент натирала фистаблс для украшения нашего торта. И я подумала, что было бы забавно, если бы они спросили, что это, а это всего лишь их собственный бренд шоколада. И я такая, закрой глаза, открой рот. И дала Маку кусочек шоколада. И сразу же, не переживав, он сказал, «Это фистаблс?» А я такая, «да». И он на секунду застыл с открытым ртом. А Нолан такой, «О, у него аллергия». И им обоим пришлось уйти. Боже мой, ребят, мне было так плохо. Я так много извинялась, когда он вернулся. Мак сказал, что все в порядке, и что это просто соревнование. Но я все еще испытывала огромное чувство вины за то, что была такой идиоткой. Людвиг и Амиксом выступили первыми с блюдом из жареной курицы и спаржи. И всем судим, оно очень понравилось. Они поставили им 26 баллов. Что очень прискорбно, потому что я определенно думала, что Спид будет больше злиться на Людвига и снизит их оценку. Мы были следующими, и к счастью, им тоже очень понравилась наша еда. Джоуи был первым, кто оценил нас, и в итоге поставил нам 10 из 10. И в какой-то момент я в шутку захотела обернуться и показать Людвигу средний палец, как дружеское притворное злорадство. Но я случайно повернулась и показала его Амикси. И мне снова стало так плохо. Он не был моей целью, и я просто была грубой. И это испытание прошло ужасно. Не из-за кулинарной части. Я просто постоянно лажала в общении с людьми. У нас было в целом 26 баллов, что ставило нас в один ряд с французскими парнями. Но теперь выступали Логан Пол и Ник Диджиавани. И я еще не упоминала об этом. Но Ник на самом деле гребаный шеф. Они даже дали нам него кулинарные книги, как полезные советы в соревновании. А это острый поворот, на мой взгляд. Так что, да, они выбили всех из колеи, набрали 29 очков, судьи облизывали тарелки. После них был Кай и Эйджей, у которых была отличная презентация, но их еда была... не очень. Так что они получили 16. Поев, Спид вскочил и начал разбивать тарелки об пол. И Логан Пол увидел это и пришел в восторг, потому что ему тоже захотелось побить тарелки. Не задумываясь, он побежал присоединиться к Спиду, и мы все закричали на него в панике. Сбитый с толку внезапной переменой в воздухе, Логан оглянулся на нас, и прежде чем понял... Он покинул Куб. По сей день никто из нас по-настоящему не уверен, сделал ли он это для контента, или это был несчастный случай. В его защиту скажу, что постройка настолько отличалась косметически, что действительно казалось, что мы больше не в Кубе. В любом случае, он как создатель контента подлетел слишком близко к солнцу. И хотя у него было гарантированное место в финале, он выбыл. Последняя команда из Рубиуса и Спрайдера представила свою испанскую тортилью, но оказалось, что Спрайдер большой фанат Спида, поэтому для него он приготовил специальный десерт, который другим судям было запрещено есть. И это, честно говоря, забавно. Мы все затаили дыхание, когда судьи давали свои оценки. 22. Алекс и я вышли в финал! Я никогда в жизни бы не подумала, что зайду так далеко. И вдруг поняла, что мне действительно нужно подумать, что я буду делать, если выиграю. Я ввязалась в это дело, даже не зная, будет ли вообще приз. И теперь столкнулась с реальностью, что могу выиграть всю эту штуку. Шли часы, пока мы в пятером сидели в Кубе. Когда мистер Биз появился в последний раз. Кто-то собирался выиграть 1 миллион долларов для своих подписчиков. И все свелось к этому последнему испытанию. Честно говоря, среди группы людей не было ни одного человека, который не заслуживал бы победы. Все, кто остался, были хорошими людьми, которые хотели сделать что-то действительно позитивное с помощью этих денег. Было здорово познакомиться с ними в течение двух дней в Кубе, и я была действительно горда, что стояла рядом с ними в финале. В центре были сложены 5 кейсов по одному для каждого финалиста. Каждый из нас должен был заглянуть в выбранный кейс, и в течение следующих 10 минут обсудить, за кого проголосовать. Если вас выбрали, а ваш кейс был пуст, вы выбываете. Но, если вас выбрали, а в вашем кейсе будет миллион долларов, ты выиграешь мгновенно. Типа как в Among Us наоборот. Когда начался первый раунд, мы все взяли кейсы, заглядываю внутрь. Твою мать, я взяла кейс с миллионом долларов в первом раунде. Меня начало трясти. Я не знала, какую стратегию использовать. Я не знала, как себя вести, чтобы за меня проголосовали. И во время обсуждения это было определенно видно, потому что я вела себя очень тихо и нервно все время. Десятиминутная дискуссия закончена. Мы все записали свои голоса, и образовалась ничья между Людвигом и каким-то образом мной. Это закончится прямо здесь. У нас было несколько минут, чтобы еще раз обсудить и внести изменения голосов. Но Алекс и Ник смогли выяснить, что я проголосовала за себя, так что Людвиг выбыл. Кейсы были перемешаны, каждый из нас взял по одному. Я снова вытащила его. В тот момент я застыла. Поскольку в прошлом раунде я была в самом центре внимания, на этот раз, вероятно, мне предстояло остаться незамеченной. За кого-то другого собираются проголосовать. И по статистике я больше никогда не увижу этот кейс. Если сейчас за меня не проголосуют, я проиграю. Начался второй раунд, и все было как в тумане. Я старалась больше говорить, потому что быть тихой в прошлом раунде меня разоблачило. Но я все еще оставалась незамеченной. Пытаясь поддерживать беседу, разрабатывать стратегию и держать себя в руках. Я не могла найти мой винклон. Но через несколько минут Амиксим сказал кое-что, что, по-моему, изменило ход всей игры. Каковы шансы, что Джейден делал кейс с миллионом дважды? Вот и оно. Ошибка игрока, спаси меня, спаси меня, ошибка игрока! Я не могла все испортить. Я... я не знаю, что ответить на это. Теперь все внимание было приковано ко мне. Я могу сказать, что все они думали о том, чтобы принять вызов. Мы все посмотрели на свои лески. Я написала свое имя как можно тише, опасаясь, что звук букв выдаст меня. Джимми прочитал их все. Джейден. Алекс. Джейден. Джейден. За меня проголосовали. Я медленно вышла на середину со своим кейсом. И в тот момент я была единственной, кто знал, что только что произошло. Все наклонились, когда я открыла кейс. И показала миллион! Я выиграла! Выстрелили конфетти пушки, и все сразу начали поздравлять меня. Все выбывшие участники, оставшиеся в зеленой комнате, выбежали, крича и прыгая вокруг меня от радости. Я начала плакать по какой-то глупой эмоциональной причине. Так что, да, я выиграла миллион долларов, чтобы раздать его своим подписчикам. Это лунитюн с количеством денег. Прежде всего, все пять лучших игроков согласились, что тот, кто выиграет миллион долларов, отдаст остальным четырем по сто тысяч, чтобы они тоже сделали что-то для своих подписчиков. Так что 400 тысяч достанутся Людвигу, Алекс Ботес, Амиксием и Нику Диджавани. Оставшиеся 600 тысяч я решила потратить на оплату как можно большего количества художественных специальностей. Сейчас действительно страшно идти в сферу искусства, поскольку анимационная индустрия переживает трудные времена. А и угрожает лишить художников работы, и в целом карьерный рост чрезвычайно пугающий и трудный для освоения. Я бы очень хотела поощрить и облегчить задачу некоторым начинающим художникам, предоставить им возможность получить арт-образование без стресса. Я понятия не имею, как это сделать, но в настоящее время я работаю со всеми квалифицированными специалистами в моем распоряжении, чтобы это произошло. По мере того, как команда Мистера Биста будет разбираться с этим, я буду держать вас в курсе через мой твиттер, и мы во всем разберемся. Я вступила в Мистер Бист Куб, готовая просто поговорить со своими друзьями и провалиться в первом же испытании. Но вместо этого я была изолирована от мира на 48 часов, наблюдала, как мои соратники выбывают один за другим у меня на глазах, и ушла с миллионом долларов для моих подписчиков. Спасибо Карл за приглашение, спасибо всем моим друзьям, которые сделали Куб намного приятнее, спасибо Мистеру Бисту за невероятную возможность, которую теперь я могу использовать для поддержки художников. Несмотря на то, что мне пришлось пройти через окопы, я действительно отлично провела время, и, конечно, огромное спасибо команде Биста за то, что сделали это возможным. Это было что-то, чего я никогда не забуду и не испытаю снова. Надеюсь. Что ж, ребят, вот и конец этого огромного видео. Джейден действительно заслужила эту победу, как по мне. Также многие могут не знать, но видео задержалось из-за некоторых технических шоколадок. Если вы хотите быть в курсе выхода переводов или предлагать свои новые идеи для озвучек, для этого есть телеграм-канал в описании. До следующих озвучек, еще услышимся. Мистер Бист, рис, Мистер Бист, ест рис, посмотри вниз, там Мистер Бист, каратист, Мистер Бист, юрист, Мистер...